Друзья, всем привет! С вами Фотороманов. Вы смотрите канал про людей и мотоциклы. И сегодня мой рассказ про мотогарнитуру Cardo Frecom 4 Plus JBL. Это мой отзыв по итогам использования ее в течение сезона 2021 года. И начну я с того, что она сломалась. Сломалась она механически. Вот здесь вот вы можете видеть, что отломился кусочек, и теперь она не держится в своем кредле. Это как раз и является одним из минусов внешней установки на шлем. Она висит снаружи и подвержена механическим воздействиям. Я так подразумеваю, что когда я снимал обзор на Suzuki V-Strom, сравнивал литровый Strom со своим Kawasaki, то мне для ракурса нужно было подвинуть мотоцикл. Я решил это сделать, не снимая шлема с зеркала. Он у меня упал на траву, и вроде внешне ничего страшного не произошло. Но когда я приехал домой, к счастью, она дожила до дома, то на следующий день я понял, что она вот не фиксируется. Теперь не знаю, то ли ее приклеивать намертво, то ли сажать на двусторонний скотч, то ли пытаться вот эту вот часть нарастить. Думал, что займусь этим зимой, но вот зима прошла, наступает уже мотосезон, а естественно я так ничем и не занялся. Но это ладно. Сразу вынужден огорчить тех, кто ждет рассказа о том, как эта гарнитура спаривается с другими гарнитурами. Я покупал ее только из-за звука и спаривался только один раз, и поэтому ничего не могу вам сказать про то, как она цепляется китайским гарнитуром или как она работает по дальности. Всего лишь один раз я подсоединился к другой гарнитуре карда, это был пактолк, и честно говоря, качество связи меня совершенно не порадовало. Качество звука было на уровне каких-то там дешевых китайских детских раций, и ни о каком километре, конечно же, речь не шла, связь потерялась буквально метров через 70, наверное, может быть 100 в пределах города. Это был мой единственный опыт соединения этой гарнитуры с другими, поэтому вот, к сожалению, по этому вопросу я вам ничего не скажу. Свой первый сезон я откатал вот с такой вот китайской гарнитурой с Алиэкспресса, она стоила каких-то смешных денег, по-моему, рублей 700, но при этом выполняла свои функции, связывалась с телефоном, проигрывала музыку. Конечно, качество звука здесь китайское, но я и не ждал ничего за такие деньги, что-то играет, и ладно. Я не аудиофил и не отличу на слух разницу между, например, обычными и позолоченными контактами на проводах. Не замечу я изменений в звуке, если провода, например, согнут под 90 градусов. Но плохой звук от неплохого я всё же отличаю, и хороший звук мне нравится больше. Что мне в ней категорически не устраивало, это управление вот этими кнопками. Чуть подольше подержишь кнопку, она прибавит звук или убавит больше, чем надо. Если не дожмёшь, то она этими же кнопками переключает треки, и всё это делать приходится внутри шлема, засовывая палец туда вот под челюсть. В общем, неудобное управление, но свои деньги отрабатывала, и даже по первости доживала до конца ездового дня. Когда я во втором сезоне стал ездить с берушами, и громкость приходилось делать на максимум, то стал её хватать сильно меньше, часа на четыре, и я задумывался о смене. В первую очередь, как я уже говорил, мне не нравилось управление громкостью. С годами, наверное, какие-то возрастные изменения, я очень стал сильно реагировать на громкий звук. То есть, если я промахиваюсь и прибавляю звук сильно громче, мне становится очень жутко некомфортно. И поэтому гарнитуру я искал с крутилкой, чтобы был барашек какой-нибудь, которым можно точно регулировать громкость. И, конечно, в сфере моих интересов были различные китайские гарнитуры. Ну, тогда они стоили в районе трёх тысяч, но всё в моём сознании перевернулось, когда мой друг Виктор дал мне послушать, как играет Freakom Cardo 2. Я обалдел от того, насколько в шлеме может быть плотным и басовитым звук. Тогда второй Freakom стоил порядка 10 тысяч рублей, и это было почти в три раза дороже, чем я выделял себе для гарнитуры. И я сильно задумался, а нужны ли мне такие траты. Но за зиму я договорился с жабой, и зимой в Байкленде Freakom 2 можно было взять примерно тысяч за восемь. Я уже хотел его покупать, но тут мне товарищ другой написал, что нафиг тебе второй Cardo, бери лучше четвёртый с JBL-овскими колонками, он типа сильно круче. Одиночная версия стоила порядка 18 тысяч, я нашёл ещё одного человека, и мы купили двойной комплект, вот он на две гарнитуры, и стоил он по тем деньгам 33 тысячи, вот 724 рубля. Примерно таких же денег он стоил с доставкой с Fetsy Moto, но вопрос гарантии решать в России всё-таки проще, поэтому была куплена в Байкленде, вот эта вот на двоих упаковка. Пару слов про установку. Установил я её и записал видео, как устанавливать гарнитуру, но потом понял, что установил я её неправильно. Не то, чтобы я установил кверх ногами, но посмотрите, в комплекте к ней шла вот такая скоба. Я не любитель клеить что-либо на шлем, поэтому все свои усилия, когда я её устанавливал, я приложил на то, чтобы поставить её вот на эту скобу. Скоба заводится вот так вот в эту щель между мягкой частью и скорлупой, и потом к ней цепляется вот эта площадка. Немало усилий пришлось приложить, чтобы собрать шлем обратно, потому что здесь достаточно всё плотно подогнано, и чтобы её вставить вместе вот с этой вот штуковиной, которая весьма толстенькая, пришлось попотеть. И первые же выезды в город показали, что это неправильная установка, потому что гарнитура оказалась вот здесь, вот внизу. И как вы видите, барашек находится достаточно низко. И вот когда вы сидите на мотоцикле и поворачиваете голову в левую сторону, то этот барашек прокатывается вот так вот по плечу куртки и прибавляет громкость. И это происходит во время манёвра, и это очень сильно неудобно. Я проездил так и на деле, наверное, две, и в результате вынужден был всё-таки приклеить эту площадку повыше, чтобы избежать вот этого самопроизвольного изменения звука. Принцип установки у всех одинаковый. Нужно вытащить мягкую часть, засунуть туда, и потом всё это дело собрать. И вот тут вот, что касается установки, начинается самое интересное. Естественно, перед установкой я её включил и проверил, что она работает. И когда я приложил её наушники к ушам, то я почувствовал, что звук действительно качественный. Значит, когда я устанавливал вот эту китайскую гарнитуру, то под наушники, вот под уши, я в пенопласте шлема вырезал отверстия. Там были, но они были меньше по диаметру, и пришлось мне скальпелем подрезать, чтобы вставить вот их вот туда. Вот, когда я вытащил китайскую вот эту балалайку, и вставил джебеловские наушники, они идеально подошли по размеру. Сначала меня это, конечно, порадовало, что мне не нужно делать ничего со шлемом, но потом я задумался, а не на одном ли заводе делают эти динамики, потому что, ну, прямо идеально подошли. Вот, но качество звука, опять-таки скажу, было сильно лучше у JBL, поэтому я всё это дело установил. Надеваю шлем, и в ужасе понимаю, что никакого хорошего звука нет и в помине. И в чём же дело? А в том, что наушники оказались далековато от ушей. Оказывается, очень сильно на качество звука влияет расстояние от динамика до уха. Буквально полсантиметра, и всё, никаких басов уже нет. Поэтому вот вам мой совет. Не спешите заглублять динамики в шлем. Возможно, у вас форма головы такая, что вам будет достаточно приклеить их на липучку прямо к подкладке. Мне пришлось же всё это обратно вытаскивать, подсовывать липучки под динамики, чтобы приблизить их к ушам. Но при этом надо помнить, что даже если наушник чуть-чуть давит на ухо, и кажется, что это ерунда, то когда вы поедете там полдня, день, то у вас уши будут уже лиловые. Поэтому нужно здесь индивидуально подобрать такое заглубление для этих наушников, чтобы они были максимально близко к ушам, но при этом не давили на уши никаким образом. Что я ещё хочу сказать, что у JBL очень длинный вот этот провод между наушниками. И пришлось его там немножко скрутить и посадить, по-моему, на скотч, чтобы он как-то там не болтался. И вот здесь вот для провода мне пришлось подрезать там пластмасску, иначе было не вставить вот эту вот мягкую часть. Когда я ездил по городу, то мне хватало примерно на неделю. Но я ездил такими периодическими прохватами и не мог точно сказать, сколько она в это время работает. Когда я стал ездить в путешествие, то могу вам точно сказать, что на полтора дня её хватает, а до конца второго дня два полных ездовых дня не хватает. Поэтому приходится в обед дозаряжать, либо ставить на ночь на зарядку. Ну, когда она у меня снималась, то, в принципе, было удобно. Её вот можно было брать, шлем, допустим, остаётся в кофре, она идёт со мной в гостиницу и заряжается. Сейчас не знаю, как это будет реализовано. Однако плюсом является то, что гарнитуру можно подзарядить во время использования. Я так заряжал её на ходу от Powerbank. Главное не забыть, когда снимаешь шлем, что там проводок уходит в карман и ничего не оторвать. Теперь по удобству использования. Есть у этой гарнитуры странное решение, которое поначалу ставит ступор. Допустим, вы, как и я, не читаете инструкцию, и вы видите две кнопки. Вперёд-назад. Логично предположить, что кнопка сюда нажимает трек вперёд, а кнопка назад нажимает трек назад. Так вот фиг. Назад кнопка не нажимает трек назад, она включает другую функцию. А чтобы включить трек назад, нужно дважды нажать на кнопочку вперёд. Об этом я узнал только, прочитав инструкцию. Ещё очень странно, что у неё нет функции паузы. То есть вот это колёсико нажимается, и я тоже предположил, что при нажатии на колёсико будет пауза. Фиг там. Почему мне важна функция паузы? Потому что я часто езжу с аудиокнигами, и мне хотелось бы остановить, допустим, на заправку или куда-то там в туалет. Остановил книжку, и с этого момента слушаешь дальше. А когда выключаешь песню, то бывают книги, записанные длинными главами, и потом неудобно искать начало. Но я поставил себе плеера имп, и с ним вот можно выключать звук, и она дальше продолжается, этого же места. Раз уж тут речь зашла про музыкальные плееры, не могу удержаться, чтобы не кинуть пару какашек в огород штатного плеера, который вы получаете вместе с приложением карда. Возможно, это я такой тупой, но я так и не смог добавить в него отдельный альбом или создать там свои плейлисты. Этот плеер просто берёт все аудиофайлы, которые есть у вас на телефоне, в том числе и мелодии будильников, сваливает в кучу и проигрывает подряд. И я не нашёл, каким способом можно это как-то упорядочить. Многие к плюсам этой гарнитуры относят то, что она автоматически регулирует громкость в зависимости от скорости, а именно она подкидывает громкость, когда вы начинаете ехать быстрее. Но лично я эту функцию отключил, потому что накидывает она, по моим ощущениям, многовато. В приложении есть возможность это отрегулировать, но, к сожалению, есть только два варианта, вот средний и низкий. И даже на низкой для меня лично он прибавляет громкости многовато, поэтому я эту функцию отключил со временем. И мне гораздо проще это сделать просто подкрутив барашек. Не могу не рассказать про голосовое управление. Довольно интересная фишка. И дополнительным плюсом покупки гарнитуры в России оказалось голосовое управление на русском языке. Кстати, кто заказывал гарнитуру за границей, напишите в комментариях, есть ли возможность включить у неё русский язык. Список голосовых команд на русском был вложен в коробочку на отдельной бумажке. Как вы видите, все команды начинаются со слова «Эй». Английский вариант «Хэй» звучит помягче, а на наше «Эй» хочется дерзко ответить «На Эй зовут свиней». Но без «Эй» в начале гарнитура никакие команды не воспринимает. А я в этом немало упражнялся, уж поверьте, так как одна команда у меня не работает, и я пробовал самые разнообразные варианты. Поэтому без «Эй» никак. И поэтому будьте готовы, что идущие с вами рядом друзья будут на «Эй» откликаться и интересоваться, чего вы от них хотели. Несмотря на то, что эта самая «Эй» вынь да положь в начале команды, гарнитура может решить, что вы ей что-то скомандовали просто в процессе вашего разговора с кем-то по телефону, или просто когда вы с кем-то перебрасываетесь парой фраз, не снимая шлем. Либо даже на песню на русском языке, звучащую в шлеме, гарнитура спокойно может среагировать и, например, включить голосовой поиск Google. Такое случается нечасто, но бывает. По непонятным мне причинам моя гарнитура не понимает команду не отвечать на звонок. Поэтому, когда поступает нежелательный входящий, приходится его отбивать, покрутив колесико громкости туда-сюда, как написано в инструкции. Кстати, вот чем бесила меня еще китайская гарнитура, так это тем, что она отвечала абсолютно на все входящие звонки. Иногда любой входящий нежелателен, а иногда кому-то нужно обязательно ответить. Я катаю телефон в кармане и не вижу, кто звонит. Для таких, как я, было бы удобно, если бы гарнитура во время входящего произносила наименование контакта. Но чего нет, того нет. С ростом скорости голосовые команды воспринимаются все хуже, и поэтому все равно надо будет изучать и управление гарнитурой кнопками. В целом же, когда осваиваешь и голосовое, и кнопочки, то пользоваться гарнитурой весьма удобно. Однако есть ряд негативных моментов, которые обнаружились при использовании сервисов от Яндекса. Возможно, это зависит от телефона или от прошивки лично у меня к Xiaomi на Андроиде. Итак, первое. Когда я слушаю Яндекс.Музыку и даю ей команду «Эй, карта, выключи музыку», она не выключает трек, она просто убавляет громкость до нуля, но потом, через пару секунд, громкость начинает самопроизвольно подниматься, и музыка продолжает играть фоном. Причем до нуля ее не убавить даже крутилкой громкости. Это неудобно, когда надо с кем-то переговорить, не снимая шлема, или, например, на заправку зашел в шлеме и не слышно оператора. Когда музыка играет из обычного плеера в телефоне, не Яндексовского, то команда срабатывает корректно и останавливает воспроизведение. Иногда бывает глюк, когда во время прослушивания Яндекс.Музыки поступает звонок, вы ответили, переговорили, то вот после завершения разговора никакая музыка играть не продолжает, надо ее включать заново. Вы подаете команду «Айкарда включи музыку» и гарнитура включает вам уже не Яндекс.Музыку, а ваш музыкальный плеер из телефона и начинает проигрывать альбом, который у него там был последний. Я активно пользуюсь интернет-радио, Яндекс.Музыкой и офлайн-музыкой, поэтому встречался со всякими вариантами глюков. Например, за городом сеть потерялась, Яндекс.Музыка остановилась. Включил плеер, потом где-то телефон цепанул сетью, и у вас уже в ушах играет два музыкальных потока, один из Яндекс.Музыки, второй из плеера. Даете команду «Выключи музыку» и они отключаются оба. Еще эта гарнитура имеет встроенное FM-радио, обычный радиоприемник и в приложении можно настроить память аж на шесть станций. И когда совсем нечего послушать или все скачанное уже надоело, можно включить и радио. И вот тут появляется еще один неудобный момент. Очень часто, кроме музыки, у меня еще работает Яндекс.Навигатор. И когда приходит время ему подавать команды, он приглушает громкость музыки, дает команду и потом возвращает музыку назад. Так вот, когда включено FM-радио, то громкость он приглушает очень сильно заранее. Секунд за пять, за семь отрубает эфир, вы едете в тишине, потом навигатор командует, потом снова секунд пять тишина и только потом радио снова начинает играть. Жутко бесит в городе, когда навигатор говорит команды достаточно часто. Особенно бесит, когда идет какой-нибудь монолог на камене радио и на самом интересном месте. Звук вырубается и потом очень долго не появляется. Уже когда появляется, там уже идет какая-нибудь реклама. Монолог закончился. Ну и какие-то выводы в конце. Как я говорил вначале, я брал ее из-за звука JBL и по связи между всадниками могу мало что сказать. Но очевидно, что ни о каком заявленном километре дальности связи речь не идет. Об этом же говорят и другие обзорщики. Ну вот 100-200 метров, может быть, за городом 300. Качество звука зависит от того, как вы ее установите. К сожалению, так же плотно, как обычные наушники вы все равно не сможете сделать, потому что шлем нужно снимать, надевать. Поэтому я бы сказал, что звук у нее не настолько лучше, чем у младшей Freecom 2, насколько она дороже. Поэтому, если кому не важна возможность коммуникации между всадниками, то можно посмотреть и на младшую. Хотя в современных реалиях и двойка стоит безумных денег. Кстати, про всадников я не просто так говорю, это так на Али переводят. Ну а мне на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был Фотороманов. Если у кого-то есть сломанный четвертый фриком, дайте знать, мне нужна нижняя половинка от корпуса. Буду вам очень признателен. Ну и кто заметил, что немного поменялось название канала, дело в том, что сейчас все озабочены запасным аэродромом, и я, как и все, создал канал на Яндекс.Дзене, и ник Фотороманов там был занят. Поэтому мне пришлось придумать название канала чуть-чуть длиннее Фотороманов про мотоциклы и людей, или про людей и мотоциклы, я еще даже не запомнил. Ну и решил как-то соотнести это и с Ютубом, потому что в соответствии с тем, какой контент появляется и какой контент мне нравится делать, мне кажется, что такое название более-менее отражает суть всего происходящего. Ну а теперь точно все. Подписывайтесь на канал, хотя не знаю, кому это сейчас надо, но все равно подписывайтесь, мало ли все нам вернут взад.